МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Задавайте свои вопросы. Я с большим удовольствием вам представляю наших сегодняшних гостей. Итак, с нами здесь Иерей Андрей Зуев, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Казанская. Здравствуйте. С нами также здесь директор региональной общественной организации поддержки семьи Самарской области «Родные люди» Светлана Геннадьевна Санфирова. Здравствуйте. Добрый день. Координатор помощи нуждающимся семьям Сабитова Алла Васильевна. Здравствуйте. И психолог предобортного консультирования городской больницы номер 6 города Самара, Калинина Ирина Анатольевна. Здравствуйте. На самом деле, очень такое значимое, я считаю, событие, мероприятие произошло именно 9 января в наши праздники, в наши каникулы. Это открытие Центра Матронышка, Центра помощи семьи. Открылся он как раз-таки в том храме, где настоятельно является отец Андрей. Расскажите, пожалуйста, об открытии, как это было, и как вообще пришла мысль, такая идея в голову? Это достаточно значимое событие. Почему? Потому что, ну, во-первых, очень много всего, да. Во-первых, в здании богодельни. Это богодельня, построенная до революции имени императора Александра III при храме. Историческое. Здание, именно в этом здании еще сто лет назад оказывалась помощь тем нуждающимся, которые обращались за этой помощью. Поэтому нам очень важно было именно в этом здании открыть, да. Потом долгий процесс и вот того передачи это здание, подготовки к открытию Центра. Сколько мы людей смогли привлечь и сколько людей смогли сами поучаствовать в добром деле для того, чтобы открыть Центр. Сам же Центр важен тем, что здесь можно многодетным, нуждающимся семьям, одиноким мамам с детьми получить бесплатно, безвозмездно помощь в виде одежды, в виде памперсов, питания, продуктов питания, да. И это делается индивидуально. Конечно, у нас есть какие-то центры государственные, да, семья, где человек может получить там какую-то помощь, дотацию, все, субсидии. И все это, конечно, у нас хорошо существует, но не существует, наверное, индивидуального подхода. Вот индивидуальный подход важен в этом Центре. Это во-первых. Во-вторых, важно понимать, что та вот наше отношение к государству, да, говорит, вот нам государство должно. Вот он там нефть качает, да, они нам должны. Вот эти нам должны, те нам должны, пятый, десятый. Вот все нам должны, только мы никому ничего не должны. Это отношение немножко, как бы, я считаю, неправильное. Всегда должна быть взаимопомощь. Должны быть дела, мы должны понимать, что государство это мы сами с вами. Нет, что есть кто-то там, кто сидит, и кто-то нам что-то должен. Мы сами должны участвовать в своей жизни, в благополучии, в своей жизни. По силам, да? По силам, да. Поэтому здесь получают помощь, а кто-то получает духовную помощь тем, что он оказывает кому-то помощь. Понимаете, здесь люди понимают о том, что должна быть взаимопомощь, любовь друг к другу, друг к другу. И вот как раз этот центр призван объединить наши с вами внутренние усилия, наши с вами народность, нашу с вами взаимопомощь, да. Вот то, чтобы мы проснулись, как люди сказали, да, никто нам ничего не должен. Мы сами должны построить свои благополучия, мы сами должны помочь тем, кому нужна эта помощь. И этот центр будет как раз заниматься именно этим. А почему Матронушка? Ведь, наверное, все знают, да? Да, да, я хотела сказать, что Матронушка, потому что нам очень, вы знаете, святые разные, да, по-разному к ним обращаются разными просьбами. Вот именно Матронушка, к ней ее любят и приходят к ней помолиться о своей семье, о том, что нужно, хочется деток или о том, что хочется вырасти деток. Такой вот добрый, добрый святая, которая помогает и на семейных нуждах. И более того, в милости Божией в нашем храме находится частица мощи Святой Блаженной Матроны Московской. Мы постоянно служим ей каждую субботу Акафиста, молимся перед ее мощами, прикладываемся. Много людей же об этом знают. Они приходят к нам, чтобы помолиться. Поэтому мы связали тем, что у нас появилась такая возможность, да. Наверное, в Самаре это единственный храм, где есть мощи Святой Блаженной Матроны. Постоянно. Постоянно, да. Где действительно люди могут прийти. У нас есть такой ящик, да, можно написать записочку. Люди приходят, спрашивают, а что писать, да, что хотите написать. Люди там хотят, ну, чтобы у меня там мама с папой помирились, там, или чтобы я там, чтобы детки у меня были. Это все пишут и складывают в этот ящик как бы записку Матронушки. Поэтому у нас получается не только материальная помощь, но и духовная. Мы совмещаем, не то, что там центр какой-то, знаете, гуманитарный. Вот пришли там куча тюков с едой, с одеждой, люди пришли, набрали и пошли домой. Нет. Здесь именно индивидуально. Человек пришел, он поговорил, он получил материальную помощь, он пошел, помолился. Можно духовную помощь получить, можно там даже юридическую, юридическую, психологическую помощь, да, в дальнейшем получить. Ну, вот такой целый комплекс. Как вы нашли друг друга, Светлана? Мы давным-давно знакомы. Как так решили, объединить усилия? На самом деле, вот та работа, о которой мы сегодня будем вести речь, это работа, ну, наверное, в епархии, не в епархии, а не в Самаре, в Самаре, в Самарской его не проводят, не проводят, не спасают жизни тем, что не отговаривают от абортов, да, не предлагают помощь, когда человеку нужна вот эта помощь, да, поддержка, вот он метается, ему ребеночка своего убить или сохранить. Этим никто в Самаре сам не занимается. Ну, у нас бывают иногда там дни отказа от абортов. Ну, это тоже благодаря нашей организации. То есть это же не наше, только в Самарской области, да, это движение патриархии в Русской Православной Церкви. Именно это движение, именно Русской Православной Церкви инициировало все эти дни тишины, дни отказа от абортов, многие проекты о том, что мама, например, сидит, когда дома с ребенком, ей сейчас стаж идет, да, это тоже было инициировано усилами Русской Православной Церкви. Вот, поэтому работа, я хотел не сказать, не общественной организации, а вот наша Русская Православная Церковь, в которой объединены вот эти общественные организации, да, вот, она проводится только у нас. Вот, поэтому мы сегодня немножечко расскажем. У нас есть несколько направлений, это борьба с абортами, помощь, да, соответственно, тем, кто хочет отказаться от абортов, есть психологическая помощь, которая тоже прямо у нас с вами задействована, и вот как раз материальная помощь, да, это когда человек уже прямо конкретно материально помогает. Потому что важно, знаете, не просто пойти там сказать, аборт это плохо, все-таки, ну да, конечно, я понимаю, что плохо, да, но о чем кормить, о чем там одевать, а где квартиру взять, на где жить. Вот, и тогда мы говорим, хорошо, мы у вас не просто так, там, не просто мы вам предлагаем быть многодетной счастливой семьей, мы еще хотим вам помочь в этом. И вот сегодня мы, как раз, мы об этом расскажем, как мы это делаем. Вот такая вступительная речь отца Андрея. Если у вас есть, друзья, вопросы, какие-то звоните. 202-11-22. Как так получилось, что сегодня у нас даже такой интерактив для вас, конкурсный, весьма тематический. Мы разыгрываем пригласительный билет на выступление вокального квартета Раивского монастыря под названием «Притча» с программой «В Рождество». Выступают они в филармонии 14 января. Очень известный вообще музыкальный коллектив. И такой вопрос, может быть, для знатоков и ценителей. Где же располагается Раивский Богородицкий монастырь? Звоните 202-11-22. Ну, у меня теперь вопрос как раз-таки к Светлане Геннадьевне, как к директору организации, вот, общественной организации помощи и поддержки семьи Самарской области «Родные люди». Что же такого вот ваша организация делает, может быть, конкретно? И как вы вообще вот взаимодействуете, допустим, с тем же самым храмом Казанской иконы? Ну, я вот совсем хочу согласиться с отцом Андреем, что действительно вся деятельность, которая вот наше движение за жизнь, и наша организация в том числе проводит, она вся идет вот под окормлением Русской Православной Церкви. То есть движение за жизнь само благословлено, и оно даже создалось у нас здесь в Самарской семинаре первого съезда, когда лидера Сергея Чеснокова выбирали, то есть зародилось у нас в Самаре. И сейчас уже шесть лет оно борется за то, чтобы за ребенком признали статус человека, человеческого существа с момента зачатия. Но борьба обычно понимается как, я не знаю, лозунги, манифестации, на самом деле это не так или не только так. Совместно с Синодальным отделом Русской Православной Церкви в январе вот 2015 года автономная некоммерческая организация за жизнь и защиту семейных ценностей запустила программу «Спаси жизнь». Программа «Спаси жизнь», федеральная благотворительная программа помощи женщинам в кризисной ситуации, в ситуации кризисной беременности, даже если точнее. В соответствии с этой программой, если не ошибаюсь, в 48 по последним данным городах России работают психологи до абортного консультирования. И как батюшка сказал, не просто женщину там вразумляют, а еще и предлагают ей конкретную помощь. Вот сегодня буквально связывался я с Москвой, подведены итоги предварительной работы программы за год. По России только в рамках этой программы сплощено 1706 детских жизней. Среди них 56 детских жизней сохранили вот те психологи, всего 4 психолога, которые работают в рамках этой программы у нас в Самаре. Есть у нас психологи, которые не входят в программу, работают в французском министерстве здравоохранения, я не знаю, какие у них результаты. Но вот наши 4 психолога спасли, наверное, ну 2 группы детского сада почти. Знаете, какие? Очень много, да. И 6 из этих женщин сейчас получают помощь в нашем центре, потому что действительно есть те, кто хотел бы этому ребенку жизнь сохранить, но сомневается. Потянет ли, потянет ли. И мы даем им уверенность. Мы не можем взять их полностью на содержание. Мы не ставим себе целью содержать их и их детей. Мы ставим себе целью дать им уверенность в том, что они не одиноки. Что они придут, их выслушают, им помогут. Если мы чем-то не можем помочь, мы сядем и вместе подумаем, а что должна женщина сама сделать. Направят на нужный какой-то путь. Ну, главное, чтобы плечо вовремя подставить, остальное все будет. Главное, чтобы не одна была. Главное, чтобы была не одна. Главное, чтобы все боятся остаться, да, с этой, ну, не скажу, что проблемой, но с такими какими-то условиями, полном одиночестве. Но, тем не менее, есть центр. Я думаю, что сегодня, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей. Сергей, у вас есть вопрос к нашим гостям? Нет, у меня вот розыгрыш. Хорошо, давайте тогда еще раз я повторю вопрос, который буквально прозвучал несколько минут назад. Где же располагается Раивский Богородицкий монастырь? А варианты подсказки есть? Нет, конечно, это либо знать, либо не знать. У вас есть вариант? Можно спросить у мистера Гугла. Так, но так не годится. Если вы не знаете, давайте думайте, вспоминайте, мы ждем все-таки правильный ответ, друзья мои. Разыгрываем пригласительные, очень хорошие пригласительные филармонии на вокальный квартет как раз-таки Раивского монастыря Притча. Дерзайте, друзья, все в ваших руках. Ну, я так понимаю, что как раз-таки Ирина Анатольевна один из тех четырех психологов. Ирина Анатольевна, ну, каково это вот? Я серьезно, прям горда. Понятно, что если бы было бы, может быть, больше психологов, результат был бы побольше или не зависит от количества все-таки тех людей, кто работает в будущем. Ну, у нас в Самарской области стараются охватить лечебные учреждения, все психологы медоабортного консультирования. Женщина в ситуации незапланированной беременности практически всегда испытывает стресс. Она испытывает тревогу, страх. И срабатывает абортивное мышление, которое в нашей стране вот в течение четырех-пяти поколений формировалось. И сейчас первый выход, который женщина для себя видит, это аборт. Она приходит в женскую консультацию, к врачу-гинекологу с этим, и тогда он направляет на психологическое консультирование. Кто-то ведь отказывается от консультации. Ну, к счастью, сейчас на законодательном уровне рекомендовано прохождение, поэтому, да, без консультации психолога дается документ, действующее прохождение. Обязательно документы, в общем-то, не имеют право делать аборт, поэтому все женщины должны проходить это консультирование. Вот. Мы стараемся в женских консультациях с врачами беседовать, с заведующими женской консультацией на тему, с главными врачами, о том, чтобы это соблюдалось. Вот. Рекомендация закона соблюдалась. У меня вопрос вот такой. Пока не стало еще, как говорится, мамой, но очень этого хочется. Наверняка вы эту тенденцию все-таки можете видеть. Больше все-таки молоденьких девочек или тех, кто постарше решает? По моему личному опыту контингент очень различный. Нет такого, да? Я не могу сказать, что большая часть это молодые мамы, которые в первый раз могут стать матерью. Очень много сейчас стало приходить многодетных уже женщин, в которых трое детей, которые просто не решаются из-за материальных, жилищных проблем. Ну, просто они не видят для себя возможности. И в данных случаях очень хорошо помогает наличие вот центра помощи, потому что даже такая небольшая материальная поддержка для них значима, и они решаются сохранить ребенка. То есть кому-то удается спасти жизнь благодаря этому, этой помощи. Некоторые, приняв решение сохранить ребенка благодаря тому, что им предложили эту помощь, в дальнейшем находят пути самостоятельного решения этих проблем и даже потом не обращаются. Но вот эта вот поддержка и надежда на то, что они не будут одни с этой проблемой, то есть это позволяет сохранить жизнь малышам. Всю жизнь, наверное, это будет парадокс, у кого нет детей, да, вы читаете о детях, а у кого вот такие проблемы, мне кажется, никогда они друг друга не поймут. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Очень приятно, Светлана. Светлана, скажите, вы мама? Я мама. Мама скольки детишек? Одного ребенка. Так, хотите еще одного? Мы хотели бы, но уже возрастная категория не позволяет. Эх, ну ничего, тогда скоро, надеюсь, может быть, через какое-то количество лет будете радоваться количеству большому внуков. Очень хочется. Да, очень буду радоваться и надеюсь, буду так воспитывать ребенка. Вы хотите ответить на вопрос на наш? Да, хотел бы ответить на вопрос. Ну, пожалуйста, где же располагается тот самый Раивский Богородицкий монастырь, как вы считаете? Раивский Богородицкий монастырь находится в Татарстане, на озере Раиса. Так, не приходилось бывать? Приходилось бывать с детьми, как раз, с сыном, с его классом на экскурсии в Казани и посетить этот Раивский монастырь. Ну, слушайте, ну это... И послушать даже удалось, это очень редкость, но в этот день давал концерт, вот, этот вот... Квартет. Курмурского, да, монастыря, который бы мне, конечно, еще хотелось бы прослушать. Ну да, действительно, это правильный ответ. Это Казанской епархии, Русской Православной Церкви. С удовольствием вам отдаем билет, мне кажется, заслуженный абсолютно ответ. А если вот продолжать разговор, бывает ли так, что они возвращаются, вам говорят, спасибо большое. Вот как это вот... Психологически, как психологу, мне кажется, это сложно все равно через себя все пропускать, эти моменты. У меня просто опыт работы такой, который еще не позволяет оценить, но в течение своей беременности, конечно, они приходят уже совершенно с другими настроениями. Которая была глупая, да, зачем вообще, я даже думала. Да, в основном женщина, когда уже она принимает решение о стать ребенка, то есть она в дальнейшем уже испытывает больше положительные эмоции и иногда приходят и делятся этим, да. Они приходят к вам на исповедь такие вот мамочки, нерадивые, я их никак не по-другому не могу назвать пока, которые будут каяться за свои мысли. Ну, знаете, я могу сказать, что очень мало женщин, которые не сделали аппорт. И большинство тех, кто приходит на исповедь, ну, наверное, процентов 80, это те, кто участвовал в этом где-то убийстве, конечно, каются. Конечно, вот как вы правильно сказали, говорят, что если бы меня вернуть обратно, я бы никогда этого не сделал. Это вот то, что действительно люди, с чем приходят люди в храм. Но вот это, наверное, очень большая ошибка, если человек сделает это по глупости, по нельзя говорить незнанию. Все приказы человека, все люди знают, на что они идут, что им там будут делать. Да, у меня даже был такой случай, как-то раз зашел в абортарий, ну, специально в облачение, зашел, и сидит мама, которая как раз уже вот тут они, в очереди. А-то все покраснели. Страх, конечно. Чем-то раз, голову опустили, говорит о том, что человек знает, куда он идет, знает, на что он идет, поэтому там нельзя сказать, что, знаете, я не знала, или там мне мама сказала, я пошла. Конечно, так говорить нельзя. Все прекрасно знают, и потом, пройдет сколько-то лет, они прекрасно это все ощутят. Прекрасно потом еще это дело вспомнится, и потом они придут на испу и скажут, если б я не знал, если б я не знал, если б я понимал, я бы этого не сделал. Поэтому, наверное, не стоит делать тех ошибок, которые, знаете, будут всю жизнь, о которых будут жалеть. Это ошибка, если есть ошибка, например, там неправильно написал что-то, там поставили двое, ты выучил и исправил, да? Но есть ошибка, за которую потом придется расплачиваться всю свою жизнь, придется жалеть всю свою жизнь на то, что сделал. Поэтому вот с этой ошибкой надо поработать. Нельзя ее, нельзя ее никак допускать. Лучше прийти, лучше поговорить к психологу, к священнику, просто вот с кем-то поговорить, да, о том, что вот у меня так, мне тяжело, так вот хочется мне дальше жить, а вот вроде бы ребенок появился, вот как мне бы просто поговорить с кем-то. Есть, к сожалению, у нас такие мамы. Они потом становятся еще старше и потом тоже приходят на испугу и говорят, зачем я своего ребенка, свою дочь там уговорил сделать оборудование. Я могу рассказать такую историю о том, что когда мы снимали сюжет про день без абортов, одна из заведующих женской консультации говорила о том, что вот такую девочку спасали от такой мамы, практически вот поселили в каком-то из центров и охраняли. Ну, это у нас, наверное, было. Да, это как раз наша была девочка. Это наша была девочка, да. Простите, может быть, не очень красиво, но мы в хорошем смысле слова выкрали ее. Да. То есть она пришла. Ну, вот, наверное, правильно. Да, ее держали дома, не давали ей документы, не давали ей возможности выйти, принуждали к аборту, все об этом. Узнав об этом, да, получилось так, что, придя на аборт, у нее получилось уехать. Молодой человек, по-моему, да, ее там как-то... Мы ее, да, поселили на кризисной квартире до тех пор, пока у нее не приехал молодой человек, который был в отъезде. И потом он ее забрал. Разрешил воспользоваться. И, в общем-то, они с родителями потом помирились. И все потом дальше стало благополучно. Вот просто человеку нужно было пережить вот этот кризис, попробовать набраться силы. Оглая земля, вот они, истории, которые здесь на поверхности. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Анастасия Сергеевна. Очень приятно. Вот, я хотела бы вам задать такой вопрос. Пожалуйста. Я живу в Кировском районе на улице Советская. Идет реклама. Матроны, матронушки. Вот в храме она, в каком храме она находится, по какой улице, ничего не говорят. Всего расскажем. Спасибо. Пожалуйста. Не только спасибо большое. Я думаю, давайте, Отец Андреевский. Я отвечу вам на вопрос. Но, конечно, это не тема нашей программы. У нас тема программ совершенно другая. Но чтобы вам и другим было сразу понятно, мощи Святой Блаженной Матроны постоянно находятся только в нашем храме. Постоянно. Постоянно. В остальные храмы они могут привозить мощи. Вот сейчас привезли в храм Святой Матроны улицу Победы. Я не знаю, какой адрес. Это пересечение снова вокзальный. Привезли из другой епархии, из Муромской. Поэтому так и получается, что некая накладка у нас как постоянно. Люди знают, что приходят, помолятся. Дущего где-то привезли. И вот они не понимают, куда нам пойти туда или сюда. Но такое бывает. Потому что не только нашему храму хочется. Другим храмам, другим прихожанам других храмов тоже хочется, чтобы к ним. Кому-то территориально удобнее. Чтобы у них тоже побывал чтец Матроны. Чтобы приложиться. Поэтому, пожалуйста, можете пойти и туда. Там до 24 числа. С 10 по 24 числа. А у нас постоянно, пожалуйста, приходите. Очередей у нас нет. Коммунистическое, дом 1. Рядом с губерским рынком. Это историческое, мне кажется, такое здание. Это историческое здание храма. Построено до революции. При богодельни. Имя превратается на третьем. Вот. Там, на самом деле, большой комплекс. Если вы заметите, рядом ничего не на два. Планов еще, я понимаю, отца Андрея Громаденов. Там же рядом большая богодельня. Да, да, да. С храма. Вы видите купол, где еще нет креста. Да, сорвали его еще. Пока не восстановили. Процесс очень длительный будет. Рядом с нами находятся два. Было два дома. Сейчас остался один, где находят часы такие. Это два приюта, два дома, которые подарил один купец, чья дочь умерла. Можем знать, какая историческая легенда есть. Да, и часы – это указание времени ее смерти. Он потом эти два дома отдал как раз нашему храму, и где бы располагался детский приют. Мы поэтому и занимаемся социальной работой. У нас храм всегда был ориентирован на социальную работу. Вот это вся, в общем-то, область. И где сейчас трамвайное депо находится, это тоже брали в аренду для строительства социальных объектов. То есть место такое, само по себе уже как бы несущая цель такую. Я хочу, наверное, еще задать вопрос нашей гости, тоже сегодня в нашей теме, координатор помощи нуждающимся семьям Алла Васильевна Сабитова. Алла Васильевна, вот как вы попали во всю эту вот работу? Что можете рассказать, может быть, про свою деятельность? Сначала можно по секрету скажу? По секрету? От доброты души. От доброты души. Ну вот видите, как оказывается все. Ну попала я вообще благодаря, наверное, сыну, который однажды мне предложил поучаствовать в восстановлении. Тогда только еще все начиналось. Вот в храме Казанской Божией Матери, в восстановлении храма, помочь убрать мусор. Ну как отказать ребенку? В общем-то это было бы не педагогично, поэтому поехала. Когда приехала, почувствовала, что это что-то очень близкое. А потом вот, ну вот так Господь устроил, что... Затянуло в доброту. Затянуло. Вот. Так вот и попала. Ну, кстати, насчет затянуть в доброту, и я так понимаю, что волонтеры все-таки помогали. У нас есть фотографии, как бы центр приводили в порядок, убирались, что-то там наводили красоту, чистоту. Давайте посмотрим, как это было, и в течение какого времени это происходило, как долго. Ну, в течение полутора-двух лет, да, Матюшка? Вот видите, вы смотрите, здесь находился архив в последнее время, да, и Министерство образования. Это вот... Макулатура. Макулатура. Которая была завалена. То, что мы собирали. Мы пытались все это делать. Это вот храм, видите, мы его очищали, открывали, потому что там был спортзал, сетка висела, все, мы его открывали. Ну, кстати говоря, здесь двое детей, даже Алла Васильевна, потому что тот ребенок, о котором она с такой нежностью говорит, на самом деле это председатель правления нашей общественной организации, родные люди, Антон Сабитов, и младший сын тоже там. То есть он целый семейный подруг. Да, то есть семейное движение за жизнь всей семьей. Очень заложено, у него супруга из-за многодетной семьи, да? Да, да. Как заложено. Сейчас они, милоси Божьи, тоже третьего ждут. И поэтому, как бы, это и сказывается. Если все-таки человек побывал в многодетной семье, да, пообщался с детьми, вообще, так вот, побывал здоровым, видел, что такое хорошая семья, вот, ему очень важно потом, чтобы другие семьи тоже такие же были. Поэтому я только одна семья, я хочу, чтобы у меня было много детей. Вот, вот, а вы приходите каждый субботу, помолитесь с вами, все будет хорошо. Да я не сомневаюсь. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира, если есть какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь нашим гостям. Ну, у нас есть еще, кстати, для вас небольшой приз, это билеты в кино, в киноцентр «Кино мечта». Сейчас мы увидим на экране кадр из одного очень старого, но очень доброго и, мне кажется, любимого многими фильма. Что это за фильм? Если вы угадали, звоните 202-11-22. У меня такой вопрос, кто все-таки может обратиться за помощью в центр? Есть ли какие-то рекомендации или градация чего-то? Кто расскажет? Давайте я расскажу. За помощью может обратиться к нам любая семья, вне зависимости от того, полная она, неполная, попавшая в трудную жизненную ситуацию. Как уже говорилось, наша цель не одноразовая, то есть вот такое взяли, пришли вещи и ушли. Не одноразовая помощь, не содержание семьи полностью, а помочь на каком-то этапе встать на ноги, поддержать. И должна сказать, что те семьи у нас на данный момент, которые есть, а их уже 24, это нормальные абсолютно семьи. И чувствуется, как они стараются не просто пользоваться. Они возвращаются, наверное, уже немножко с другими мышцами, да? Да. Идет становление, они стараются выйти из тех ситуаций, в которые попали. Вот как говорилось, да. Это многодетные семьи, семьи из неполной семьи, да, и нуждающиеся семьи. Для этого необходимо доказать, что действительно человек нуждается, да. Ну, нам же тоже важно, что мы помогаем и на нуждающимся людям. Если это многодетные, значит, им стоит просто показать свидетельство о рождении хотя бы как минимум троих детей, да. Если это нуждающая семья, это можно принести справку из САБЕЗа, что действительно стоит на учете, как семья нуждающая. Ну, есть такие справки обычные. Да, потому что, вы знаете, так, к сожалению, кроме людей, которым нужна помощь, есть те, которые как бы пользуются. Конечно, это обязательно будет. Вы знаете, это мы не первый центр, это второй центр. Я его создал в Уфе, и мы, особенно первый год, да, когда люди приходили, говорили, О, а что это мне не помогает, я тоже хочу. А мне вот дайте, да, приходит такая женщина. У вас есть, там, магазины, дети? Нет, я, ну и что, от меня вот хочется, да, чтобы мне дали, вы всем даете, мне тоже давайте. То есть, конечно, у нас будут проблемы, конечно, у нас будут какие-то неврядицы, столкновения. Вот поэтому я думаю, что мы достаточно строгие условия, да, сделаем для того, чтобы не возникало, и нам не говорили потом, что вот пришел человек, да, взял на свечи, то он вышел на блошиный рынок, там продают. Сумасвечу. Ну, нет, ну, такое скажут. Чтобы вот этого не говорили, мы действительно заводим на каждого человека маленькую папочку. У него же договор, что я такой, такой, действительно, такая. Он показывает, что он действительно нуждающийся, мы, да, видим. Он говорит, теперь вы можете приходить раз в три месяца, да, и брать не более пяти вещей на одного человека. Например, сезон, наступает зима, он приходит, там, например, двое-трое детей, например, да, и мама с папой. И вот они приходят пятером, соответственно, по пять вещей, это двадцать пять вещей. Вот они могут взять, там, кто-то кофточку взял, кто-то курочку, кто-то там обуку нашел, может быть, не все он вещи, там, двадцать пять возьмут. Ну, вот они на сезон взяли, все, а потом следующее. То есть в следующий раз они могут прийти только через три месяца, чтобы у нас не получалось, как бы, что человек вот так вот сел и сидит на этом месте, да. Ну, для любой организации необходимы правила. Поэтому мы установим эти правила. Ну, это в правилах, наверное. Да, и у нас будет индивидуальный подход, то есть мы можем попросить, там, человек скажет, вот я нуждаюсь, да, может быть, прийти, там, скажем, давайте, там, помочь, там, или домой, может быть, посмотреть, там, да, что действительно дети. Потом будем требовать, чтобы те семьи, которые стоят у нас на учете конкретной, да, например, чтобы дети были, там, опрятные, чистые. Если вот он пришел, взял на него курточку хорошую, чистую, а через две недели, смотрим, он проходил, и ребенок весь грязный, ну, скажем, а почему вы не стираете, да. То есть мы же можем вас тихонечко и вычеркнуть, если вы не хотите дальше реабилитацию проходить, ну, не хотите дальше, по-моему, вставать на ноги, потому что будут и такие. Будут всякие, всякие люди будут. Конечно, большинство это, конечно, действительно нуждающиеся, но нам будут попадаться еще и разные. Поэтому у нас будут правила. Вот правила, например, я вам вкратце озвучил, да. Давайте мы приемем на телефонный звонок. И правила по приему, пожалуйста, вещи приносить только чистые, а хорошие, там, не потертые, нижнее белье приносить не нужно. Желательно там поглаженное, чтобы можно было просто разорвать, раз, и повесил. Вот, потому что там негде не стирать, не гладить. Ну, как раз-таки это был мой следующий вопрос. Мы сейчас на нем подробнее остановимся обязательно, кто захочет оказать какую-то помощь. Но давайте примем наш звонок зрителю. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Здравствуйте, Людмила. Людмила, очень приятно. Людмила, у вас вопрос или ответ на наш вопрос? Сказка-морозка. Понятно, это был ответ. Спасибо большое, это действительно сказка-морозка. Билеты достаются вам в кино. Обязательно сходите, проведите время с пользой. Ну, так вот, мой второй вопрос, как раз, если поподробнее все-таки останавливаться, так или иначе, у всех у нас есть вещи хорошие, у многих новые, не подошедшие, что-то еще. Каковы правила приема, что, может быть, в первую очередь нужно? Кто расскажет? Скажите, что вот в первую очередную? Ну, поскольку у нас все-таки семьи с детками, в первую очередь нам необходимо, и с детками зачастую маленькие, очень нам необходимы в первую очередь памперсы, необходимо детское питание. Особенно до полугода, поскольку скидок на питание такое нет. Если там еще дальше можно, уже и по акциям, то это вот приходится закупать по полной стоимости. Вот, необходимы кроватки, необходимы коляски. Вот в январе у нас еще две мамочки рожают, и нам очень нужны кроватки, соответственно, коляска. Детские принадлежности нужны также нам и одежда на подростков, и взрослая одежда. Единственное, батюшка прав, что все должно быть надлежащего качества. Ну, вот еще можно, знаете, мы все-таки при храме, и когда люди делают вот такие вот жертвы, милостыню, это действительно милостыня. И вот чисто вот так, по-человечески. Вот получается, что люди приносят это как поминовение. И вот когда люди это делают, пусть они помнят об этом, чтобы все-таки достойно можно было... Есть по выражению, а тебе было, что нам не гоже, чтобы вот этого не было. Чтобы ничего. Вот. Да, хотел бы сказать, что мы открываем группу ВКонтакте, вот, потому что не все, наверное, вещи можно взять и привезти. Иногда, например, даже колясу там или кроватку. Зачем смысл ее везти, да, например, к нам от нас везти? В Дух, в Дух, в Дух, в Дух, в Телевизор привезти. Ну да, ну просто, да, смысл, мы открываем там группу, у нас будет несколько обсуждений, и там будет, например, требуется что-то, да, там будет, да, благодарность за то, что уже передано, например, там будет благодарность за то, что что-то получили для того, чтобы некоторые вещи можно было не возить, а, например, мы вывешиваем. Нужны вот два ребенка, две кроватки, находятся, мы можем там, например, опубликовать их телефоны, если они дадут свои согласия, соответственно, человек находит, говорит, я могу дать кроватку, и он напрямую просто ему домой привезет, и тогда не нужно будет, может быть, миновать центр, у нас не так много помещений для того, чтобы все это складировать. Поэтому мы сделаем еще в интернете группу для того, чтобы... Ну это необходимо, конечно. Да, необходимо, обязательно, да. Потом хотел бы обратиться, знаете, у нас есть с другими центрами общаются магазины, там, Коллинс, например, да, они всегда готовы там, взял хоть фуру привезти, да, вопрос должен, надо реализовать, ее отдать. Есть там какие-то, по опыту других, в других городах, например, Уфе, да, есть магазин, которые, вот те вещи, которые у них не идут, например, да, они берут и просто привозят, да, отдают. Вот, поэтому, если у кого, чтобы люди знали, нам важно, чтобы люди знали, что есть центр, да, когда есть вещи ненужные, да, можно там привезти новые, да, сказать, вы знаете, пуговицы нет. Ну, хорошо, мы пришьем пуговицы, давайте. Ну, бывает просто куплено там на распродаже, как говорится, не подошло. Да, на распродаже, или... Пуговицы, и новое, это будет еще лучше, вы прекрасно понимаете, что лучше одевать новые, нежели старые совсем, да, поэтому нужно понимать, что все, что вы несете в этот центр, вы должны, как бы, понимать, что вы будете сами одеть. Да, да, вы готовы своим детям это одеть, а вы готовы, как бы, вот, поэтому не жалко, ну, и другим он тоже с радостью отдает. Я даже вещи перебирал, там моль поел, такое будет очень много, не переживайте, у нас мы, вот, поел, куда ел, ну, в мусорку вроде жалко, ну, вот, в мешок все, и туда, в центр, да. Вот там открываешь, а там не знаю, куда, ну, может, если я это положу в общий, тогда у нас наши вещи тоже моль съест. Конечно. Вот, поэтому все это будет закладываться и раздаваться, тогда уже мы можем отдать, есть, как бы, категория, но без места жительства, да, мы можем, а через какое-то время туда вывозить. Потом, за, что касается объемов, чем больше, тем лучше. Скажу, почему, потому что сейчас вот зима, там, да, есть категории не только, вот, да, например, семьи, да, есть категории погорельцы. Вот недавно, вот, из-за администрации Невского района, человек, который занимается, стальной работой, она говорит, ну, например, вот, сгорело два дома, они сидят просто, вот, нет ничего, да. Мы им даем контакты, тогда, соответственно, человек их направляет, и погорельцы, предоставляет справку, что-то покажет, вот мне справку дали МЧС, потому что мы сгорели, у нас просто нечего одеть, мы будем одевать. Потом мы летом, например, да, мы можем, у нас скопилось много, как мы делали, когда я был в Уфе, там была трагедия в селе Урман, когда склад с военными боеприпасами взорвался, люди просто убежали в лес, там, в поля, и у многих, ну, все погибло. И вот мы просто грузили все это в машины, грузили все это в газели, выезжали на место и прямо, грубо говоря, на месте делали. Поэтому летом, возможно, какие-то вещи. Друзья, ну, всю подробную информацию можно получить в центре, координаты вы видите на экране, звоните, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии ВКонтакте, мы обязательно вас как-то свяжем с этим центром, все вывесим телефон на адреса. Спасибо большое, что пришли вам в хорошего года. К сожалению, да, приходите еще вам, друзья. Спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин